Он сказал им, «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Мы знаем, что Иисус, Он тоже жил, прямо скажем, в непростой ситуации политической, когда было и власти Рима, и иудеи пытались как-то существовать вот в этой сложной ситуации, непростой ситуации. И было немало людей, которые приходили к Иисусу не для того, чтобы послушать Его великие проповеди. Нам-то кажется, как можно прийти к Иисусу не с вопросами, не с жаждой, а с тем, чтобы как-то Его уловить. И нам-то кажется, что Иисус был какой-то такой особенный человек, но как мы его изображаем, да, его таким каким-то немножко таким субтильным, он такой какой-то весь худенький, тоненький, хотя, естественно, он был не такой, потому что этот человек, который вместе со своими учениками ежедневно преодолевал много километров пешком. Это были люди крепкие. Если вы походите пешком, да, то вы поймете, вот мы в последнее время, когда с Дианой вместе были в разных местах, в разных городах, нам много приходилось гулять. И бывает, вот пройдешь в день, там, 10 километров, ну, прямо, скажем, чувствуется, да, чувствуется. Трудно остаться субтильным таким, преодолевая много-много километров. Вот он ходил, да, вот, и был, когда собирался, был в окружении людей, и люди приходили совершенно разные, прямо как сегодня. Приходят с разными мотивами. Одному надо одно, другому другое. Кто-то там что-то хотел подсмотреть, кто-то еще там для чего-то. А кто-то приходил на Иисуса конкретно донос написать. Такие тоже были, конкретно донести на Него. Ну, и приходили к Нему с такими вопросами, да, вот с такими вопросами, да, потому что Иисус, вот, Он старался, написано, говорить притчами, то есть Он говорил разными образами, метафорами говорил, да, чтобы Его не уловили те, кто пытались подловить Его на слове, да, искушать Его, да. И вот к Нему пришли и задают Ему вопрос. А вот позволительно ли давать подать кесарю? И такой вопрос, на который, знаете, вроде бы нормального ответа невозможно дать. Почему? Потому что любой ответ, либо да, либо нет, ужасен. Если ты говоришь, да, позволительно, то для огромного количества людей ты коллаборант, ты предатель, ты продался Риму, ты не настоящий там иудей, ты не тот, кто любит свою страну и свою родину, да, не тот. А скажешь, нет, не позволительно, опять ты кто? Так ты, получается, кто? А ты преступник, ты бунтовщик против власти. Нужно срочно донести на тебя римлянам. Вот, оказывается, кто там находится. То есть, вроде бы, нет нормального ответа. И тогда мы видим, Иисус отвечает удивительным образом, это даже удивило тех, кто Его искушал вопросом. И Он сказал, ну, принесите Мне динарий, да, чье изображение? Кесаря. Вот, отдавайте Кесарю, Кесарева, а Богу, Божья. И такой ответ, попробуй придерись, попробуй как-то. Даже до сих пор есть немало толкований этих слов у разных исследователей Писания, у разных историков. Они как-то по-разному, просто там, ну, вроде бы в этой короткой фразе столько можно смысла найти, да. Но вот то, что мы видим на поверхности, Иисус показал, что есть общественная жизнь, там есть определенные налоги и подати, которые люди дают государству, и чиновникам, кесарям, начальникам, ну, нужно платить то, что им причитается. Однако Божье принадлежит только Богу. А что принадлежит? А что Божье? Божье – это наш дух, который Бог вдохнул, да, в глиняную статую. Это наше сердце, это наша душа. Божье, да, это жизнь, которую Господь нам дал. И вдохнул, да, дыхание жизни, и стал человек душою живою. То есть наше сердце, наши мысли, наша душа, наша жизнь – все это должно принадлежать, принадлежать Богу. Только Ему и никакому человеку, никакому правителю, никакому начальнику. Потому что как только ты избираешь самого классного, самого крутого, и начнешь ему сдавать слишком много почестей, точно в этот же момент у тебя возникает идол в жизни. И ты уже являешься своеобразным идолопоклонником. Потому что есть то в нашей жизни, что принадлежит только Богу. Наше сердце прежде всего. Недаром Писание говорит, более всего хранимого – храни сердце, ибо из него источники жизни. А почему нужно хранить свое сердце? А потому что немало тех, кто пытается претендовать на наш внутренний мир, на наше сердце, на наши поиски, на наши размышления. И вы знаете, что интересно? Если в прошлом какие-то диктаторы или какие-то системы, они особо не заботились о том, чтобы как-то вот повлиять на мысли человека. Если человек не бунтует, как-то более-менее, ну и пускай там думает тебе, что хочет, главное, чтобы порядок соблюдал, главное, чтобы не бунтовал, а там уже пускай как хочет, да, то со временем изменилось человеческое общество. И грех развивается, грех прогрессирует. И разные тоталитарные правители, разные тираны, они хотели уже не просто, чтобы было все по их желанию, но чтобы люди и внутри точно так же принадлежали им, в своих мыслях, в своих думах, чтобы у нас в голове был кесарь, чтобы у нас в сердце был кесарь, чтобы мы следовали за ним, исполняли все, что этот кесарь посчитает нужным, посчитает правильным. И это происходит почему? Очень просто почему, потому что и благодаря развитию средств массовой информации повлиять на мышление людей стало намного легче, намного проще, навязывая человеку, как он должен думать, почему он должен так думать, как он должен чувствовать, чем он должен восторгаться, а что наоборот он должен отвергать. Они как бы пытаются повлиять и сформировать то, что человек в нормальном, по идее, мире, да, должен формировать под влиянием Бога, его святого духа. Часто человек пытается заменить собой Бога и стать для другого Богом, влиять на него от имени Бога, навязывая ему мысли, навязывая ему помышления и поиски сердца, да, и сегодня возникло очень много средств для этого, и точно так же возник контроль за людьми, контроль за людьми. Мы живем в цифровую эпоху, у нас там везде светофоры все обвешаны, куча видеокамеров, видеокамеры при подъездах, в лифтах, на этажах. Можно проследить за человеком, куда он движется, каким домам подходит, в какие магазины заходит, что он покупает в этих магазинах, рассчитывается карточкой, все известно, на что он тратит свои деньги, куда он дальше идет, во сколько он там домой возвращается. Все под контролем находится. И мы вошли в то время, в ту эпоху, когда на самом деле мы становимся как будто прозрачными, да, за людьми уже давно можно наблюдать и довольно эффективно наблюдать и пытаться влиять на них, не просто влиять на их поведение, а влиять на их мысли, влиять на их думы, влиять на их сердца, то есть то, что, как говорит Иисус, принадлежит только Богу и должно формироваться под влиянием Бога, да. Тираны, деспоты пытаются заменить Бога собой, самим влияя, быть властителями дум, быть влиятелями на сердца, на сердца людей. Тираны, Продолжение следует...